Я хочу сегодня поделиться словом, у меня будет сегодня тематическая проповедь, и я попрошу, чтобы со мной открыли 2-е послание Петра, 3-я глава, 18-й стих, мы выслушаем стоя. 2-е послание Петра, 3-я глава, 18-й стих. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Присаживайтесь. Тема сегодня моей проповеди Шесть ям, когда мы духовно или вообще в нашей жизни буксуем на месте. Все из нас видели, когда машина бывает едет, у нас у всех есть машины, и она застряет, то есть крутятся колеса, она пытается выехать, человек нажимает на газ, идет какое-то движение, но оно все на месте, а нету, не может выехать машина, застряла, нету толка, рывка такого, вот буксует на месте своем. Вот так бывает в духовной жизни человека, то есть человек бывает хочет, он пришел к Богу, он покаялся, он хочет жить для Бога, но вот что-то ему не дает, он как-то чувствует, что у него нету прорыва в духовной жизни, нету роста в духовной жизни, и он буксует на месте. И сегодня я хотел поговорить о шесть таких ям, которые заставляют нас буксовать или останавливаться на месте и посмотреть, что Писание говорит. Я уверен, что этих ям намного больше, я просто выбрал, которые я видел в своей жизни, очень часто в жизни верующих людей такие есть ямы. Бенджамин Фрэнклин сказал, что без постоянного роста слово «успех» непонятен, это в мирском понятии, но я хочу сказать, что в духовной жизни тот же самый закон. Если человек не растет духовно, то нету плода, нету успеха в его духовной жизни. Очень часто люди говорят, почему я не могу победить грех, почему я не могу измениться, почему я не могу поменять свой характер, почему я, Бог, может, хочу, чтобы больше работал через мою жизнь. Одна из причин, потому что люди духовно не растут, они буксуют, они застряли на одном месте. И сегодня я хочу поговорить на вот этих ямах, которые мы можем встретить в нашей христианской жизни, где мы можем застрять. Первая яма, которую я видел, что люди застряют в жизни своей, это непрощение себя. Да, вы правильно услышали, непрощение себя. Чтобы человек иметь, иметь человеку жизнь вечную, ему надо найти мир с Богом. Как человек может найти мир с Богом? Слово Божье говорит, что все люди будут жить вечно, все. Только одни люди будут в аду, другие будут люди в раю. Потому что в конце нашей жизни, кому Бог сколько дал, кому 20 лет, кому 40. Вот у нас были похороны в эту пятницу в соседней церкви. Кого 80 или больше. Кому Бог сколько дал, в конце человек будет отвечать за свою жизнь перед Господом на суде. Человек будет судиться. И первое решение, которое будет решаться на суде Божьем, это решение его спасения души. Если человек принял Христа как личного спасителя, если он покаялся в своих грехах и попросил прощения, очищения, то Библия говорит, что Бог простил его. Но если человек знал о Боге, знал о Христе, может даже ходил в церковь, но не покаялся, не пришел, не примирился с Богом, Иисус скажет таким людям, отойдите от меня, я не знаю вас. Это печальные слова и очень-очень сильные слова. Но очень часто, когда люди приходят к Богу, они каются в своих грехах. Они принимают прощение Божие в своей жизни, но часто они не могут простить сами себя. Дьявол говорит им, посылает такие мысли, что грех, который ты сделал, это самый ужасный грех. Тебе никто никогда этот грех не простит, тем более Бог. Тебе надо с этим жить. Люди очень часто have this guilt, или self-inflicted guilt, где они чувствуют вот эту вину в своей душе, что зачем я так сделал, зачем я так поступил. И у них есть вот эта вина в душе, с которой они не могут справиться. И часто они говорят, да, Бог меня простил, Бог сделал, но им самим трудно принять это прощение, простить себя. Ну, один из, может, ярких примеров, которые я видел, например, и слышал, женщина, которая сделала, например, аборт в своей жизни. Очень часто эти женщины очень сильно страдают после, многие годы. И даже когда они каются и приходят к Иисусу Христу, у них есть вот такое чувство вины, чувство боли за то, что они сделали. Они, бывает, не могут себя простить. Я видел замечательную статую. Есть такая, называется статуя, которая... Сейчас думаю, меня аж касается она. Статуя, которая посвящена всем нерожденным детям. И в этой стате сделан ребенок, такой, как стекла, прозрачный. А рядом возле него, ну, мать, скорее всего, на коленях стоит, сильно плачет. И этот ребенок обнимает эту мать. Такая статуя. И, ну, это всем, которые матери... Я хочу сказать, что даже в таком грехе, вот, это сильный грех, и он имеет огромные последствия. И мир, вот эта сатанинская система, они обманывают, они говорят, что... Это ничего, это все нормально. Ну, бедные женщины потом мучатся всю остальную жизнь после этого греха. Ну, Господь дает благодать даже в таком грехе. То есть, ну, не в грехе, а в прощении такого греха. Бог дает благодать. Бог дает... Ну, вот, бывают люди, вот, они делают грех какой-то, и они очень сильно от этого страдают, хотя они покаялись и приняли крещение, может, приняли крещение, или было такое сокрушение. Потому что дьявол все равно, ну, дает им вот это чувство вины. И очень важно в такой момент в своей жизни, когда это происходит, когда вот это есть чувство вины, обращаться не к себе, не к своим чувствам, а к Слову Божьему. Слово Божье говорит, «Если исповедуем грехи наши, то он будет верен и правден, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кровь Христа напрощает человека от любого греха, от самого ужасного, как нам кажется, греха, что он простит грехи наши и очистит. Не написано, что он простит некоторые грехи. Написано, когда человек обращается, кровь Христа очищает от всякой неправды, дорогой друг, от всякой, какой бы грех ни был. И я хочу сказать, если Христос простил тебя, если Христос умирал и страдал на Голгофском кресте и говорил Отцу, зачем ты оставил меня за этот ужасный грех, ты не имеешь права брать на себя ответственность судей и судить себя за этот грех. Потому что Христос взял этот грех на себя. Он пригвозил его к Голгофскому кресту. Он умер и воскрес третий день, чтобы ты был свободен, а не носил, это, как сказать, вину на себе. Он взял на себя вину. Тебе не надо носить эту вину. То есть первая вот эта яма, вот такое вот, может, осуждение себя вина, которую дьявол очень часто на нас ложит и мы носим. Вторая яма – это непрощение людям, которые причинили мне боль. Мы живем в грешном мире, и у нас есть греховная природа, и у всех есть греховная природа. И этот грех, он очевиден. Бывают, люди причиняют специально или не специально себе боль, другим боль. И один писатель очень красиво сказал, он сказал, «Непрощение в душе – это как яд в душе». И этот яд потихоньку, потихоньку уничтожает душу. То есть, действительно, непрощение – это огромный яд в душе человека, который разрушает человека. Интересно, Stanford University делали research, и они показали, что очень часто unforgiveness, непрощение, влияет на здоровье человека физическое. То есть, если человек не прощает, то если человек имеет какую-то серьезную обиду или горечь, то это влияет его на физическое состояние, его тело, его здоровье. Я считаю, что недаром Господь нас призывает к этому, оно не только влияет на физическое, оно влияет и на моральное, оно влияет, самое главное, на духовное. То есть, недаром нас Господь призывает прощать. И я не знаю, я уверен, что в таком количестве людей здесь есть люди, которые им причинил кто-то боль. Вас кто-то обидел, вам кто-то что-то сказал, что-то сделали. И вы испытали боль в своей жизни. И первое, что хочется сделать, как человек, это отомстить. Отомстить, сделать. То есть, увидеть, как этому человеку приносит боль, так же, как приносли мне. Один из прекрасных примеров Писания прощения, и как надо уметь прощать, ну, кроме нашего Господа Иисуса Христа, это человек, его имя Иосиф. Писание говорит, что Бытие, 29 глава, 21 стих говорит, «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». То есть, Иосифа сильно обидели. Во-первых, его братья, они продали его в рабство. Потом его обманула жена Патифара, то есть, ну, как сказать, подставила, так сделала, что его оклеветало, что его посадили в тюрьму. Потом он понадеялся на виночерпи, о котором он истолковал сон, и виночерпи и забыл о нем. И будучи человеком, сколько испытать несправедливости, очень легко иметь горечь в душе, очень легко иметь вот такую обиду. Но я хочу подчеркнуть такую мысль. «Хотя Иосиф физически находился в тюрьме, морально, духовно, внутри он был свободен от обиды». Понимаете? Можно сидеть в тюрьме, можно находиться в заключении, но быть внутренне свободным. А можно жить в мире, приходить каждое воскресенье на собрание, а жить в тюрьме, не прощение. Жить в тюрьме не обиды, а обиды. Жить в тюрьме горечи. Хотя ты ходишь, ты имеешь свободу, ты ездишь везде, ты делаешь, что хочешь, но вот эта горечь, вот эта обида, она сидит у нас в душе, и она отравляет нашу жизнь. Этот яд, который постоянно отравляет, отравляет, отравляет нас. И, кстати, очень легко увидеть человека, которого нету прощения в душе. Потому что оно влияет не то, что легко, но есть результаты в его жизни. Когда с ним пообщаешься, у этих людей очень часто есть такая жестокость, есть какая-то грубость, есть какой-то... Им трудно бывает с людьми находить общий язык. У них есть такие вот... Ну, чувствуется, что в человеке что-то сидит, как мы говорим на народном языке. Что-то у него там бурлит, что-то... Это человек беспокойный. Очень часто, может, у него даже нервная система расшатана немного. Очень часто, может, это на его здоровье влияет. То есть, это духовный феномен, который влияет на всю физическую нашу жизнь. К чему я говорю, братья и сестры, пожалуйста, дорогие, если у вас кто-то обидел, если у вас травмы, если у вас боль в жизни, отдайте это Господу. Простите этих людей. Не носите горечи обиды в своей душе, потому что это разрушит вас. Дьявол разрушает через горечь и обиду душу человеческую. Простите, как Христос простил вас. Отдайте все руки Божьи. Бог знает и Бог все видит. Писание говорит, не лучше ли бы вам остаться быть обиженными? Бывает лучше остаться обиженным. Бог все видит, Бог все знает. Это вторая яма. Третья яма, о которой человек застрает в своей жизни и не может расти, это яма прошлого. Люди очень часто бывают, хотят прийти покаяться в своих грехах, и это неправильно делать, что они приходят и каются. Но люди забывают, что есть грех, а есть последствия греха. Это две разные вещи. Есть грех, а есть последствия греха. Если человек, например, употреблял там какой-то substance abuse, и он покаялся, это хорошо, но права у него забрали. Это последствия греха. Или, если человек себя неправильно там вел в семье, и он покаялся, Бог его простил, но последствия его неправильного поведения влияют на всю семью. То есть есть много вот таких вот последствий от нас. Вот почему Бог призывает нас не грешить. Потому что некоторые люди говорят, а я погрешу, а потом покаюсь. Да, не все, во-первых, каются, потому что грех ожесточает душу человека, и человек, бывает, не может покаяться. А второе, ты-то покаясь, а последствия, всю жизнь потом с ними надо расхлебываться. То есть есть последствия греха. И очень часто с этими последствиями надо что-то делать. Иисус говорит, Матфея 5 глава 24 стих, оставь там, если ты хочешь Богу принести жертву, и вдруг вспомни, что ты что-то сделал неправильное против своего брата, ты неправильно согрешил, то есть неправильно поступил. Если твой брат имеет на тебя что-то, брат, если имеет за что-то на тебя, если ты неправильно поступил, на Христа фарисеи тоже много чего имели, но это не означало, что он не мог принести жертву, то имеется в виду, он имеет на тебя что-то, что ты сделал неправильно против него. И вот если твой брат имеет на тебя что-то, потому что ты неправильно поступил, и Дух Святой тебя осуждает, показывает в тем, что ты неправ перед этим братом, то ты сначала жертву поставь в сторонку, ты сначала оставь все в сторону, пойди, примирись с этим братом, с сестрой, а потом переноси Богу жертву. То есть надо со своими последствиями сталкиваться, работать. Это неприятно. Хочется просто покаяться, Господи, прости, и все. Господь прощает. Но очень часто надо потом делать... Другой прекрасный пример, это Иоанн Луки, 18 глава, 8 стих. Закхей. Закхей участвовал в корруппированной системе, и он пришел к Богу, он покаялся. И все могут сказать, слава Богу, человек покаялся. Но мы видим, как Закхей работает со своим прошлым. Впоследствии он говорит, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. То есть он покаялся в своих грехах, и были люди, которые обидели... Он обидел. И он не просто покаялся и теперь говорит всем, я покаялся. Он говорит, от кого я обидел, я воздам, и я решу последствия греха, которые остались. И очень часто люди не хотят... Вот они покаялись в своей жизни, они приняли Христа как личного спасителя, они стали частью церкви, но они не хотят решать вопросы в прошлом, как Закхей решал. Они не хотят. То есть они не хотят оставлять жертву свою, они не хотят говорить с теми людьми, которые они обидели. То есть и вот это их, как говорится, тянется у них на душе. Им от этого тяжело, их это связывает, они не хотят, может, служить Богу за этого. И вот бывают вот такие вот хвосты тянутся с прошлого, и человек не хочет с ним... Потому что это больно с этим как-то этот вопрос решать. И вот в этом человек тоже застряет. Это третья яма. Четвертая яма, в которой человек застрел и не растет духовно, это неправильное общение, я не понимаю, сказал, общение не с правильными людьми. Писание говорит, что очень важно, с кем мы общаемся, с кем у нас есть общение. В Критче, 13 глава, 20 стих, говорит так, «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратится». «Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми развратится». То есть, наше общение, я хочу особенно подчеркнуть для молодежи, для молодых, вот с кем вы общаетесь, на вас это влияет, в школе, где вы находитесь, на вас это будет очень влиять. И если мы общаемся с мудрыми, то мы будем мудры. Если мы общаемся с людьми не мудрыми, которые любят грех, которые живут греховной жизнью, это тоже влияет. Нет, мы должны свидетельствовать, мы должны говорить о Христе всем, и должно быть такое общение, но мы говорим о другом, о уровне дружбы с миром. Ну, например, если вы общаетесь с людьми, которые ушли с церкви и не ходят в церковь, я, скорее всего, как, я не то, что гарантирую, я человек, и я могу ошибаться, но после долгого общения, после многих лет дружбы, скорее всего, вы тоже бросите церковь, потому что обида и горечь, которая в тех людях, она повлияет на вас. Если вы общаетесь с людьми, которые, ну, развязанные морально, там, пьют, гуляют, рано или поздно, это уже есть в моей жизни. Я помню, я разговаривал с одним человеком, и этот человек, будучи тогда верующим, мне говорил, я обещаю тебе, да, я общаюсь с этим человеком, но я обещаю тебе, что со мной этого никогда не случится. Этого человека сейчас нету в церкви, и он же живет такой же греховной жизнью, как жили те, с теми, к кому общают. То есть, если мы общаемся с людьми, которые имеют горечь, как мы говорили, негатив в своей душе, вот это все переходит на нас. Вот это дух непрощения, дух обиды, оно влияет на нашу жизнь. То есть, вот эта яма может, мы можем боксовать духовно, застревать, потому что мы общаемся не с теми людьми, мы находимся не в той атмосфере, мы не можем духовно расти. Так что очень важно иметь правильное общение. И сегодня я хочу спросить, с кем ты, дорогой друг, общаешься? С мудрыми, или, как Писание говорит, с глупыми, то есть, с людьми, которые разрушают твою духовную жизнь? Пятая яма, в которой человек может застрять, это скрытость в своей душе. К сожалению, у нас есть свои недостатки в христианстве, и одно из недостаток, я вижу в христианстве, что бывает, мы очень часто играем в игру церковь. То есть, что происходит? Человек приходит в церковь, он отсидел два часа, или час, там с половиной, или час в церкви, вот так друг возле друга, и он уходит. И мы опять видим человека в следующее воскресенье, он также приходит, красиво одет, отсидел и уходит. Ну, может, кто останется 10 минут, 15-20, пообщается после с кем-то, другие сразу убегут, уедут. И мы, бывает, не знаем, что происходит в жизни друг друга, и мы не можем поддержать, потому что есть вот такая скрытость, особенно в славянском народе, это не, это не, ну, это не красиво открывать, как сказать, мусор со своей семьи, есть вот такая скрытость. Ну, я хочу сказать, что вот есть здоровая семья, есть больная семья, вот, ну, там не все у них в порядке в семье. В здоровой семье идет полная коммуникейшн, то есть открытость. Ты знаешь, что у папы проблемы на работе, у мамы все хорошо на работе, у бабы Джуниор, у нее сейчас математику он проваливает, а вот у Рэйчел, она в математику проходит. То есть, и это нормально, потому что есть близость в семье, и мы знаем друг друга недостатки, мы знаем друг друга боль, и мы за друг другом молимся, мы друг с другом делимся. В нездоровой семье приходит человек, закрывает дверь в своей комнате. Родители have no clue, в каком мире живет этот человек, их ребенок, она или он. Они вообще не знают, что там происходит. Ребенок не знает, что происходит с родителями, то есть, все, никто ничего не знает, каждый живет своей жизнью. В какой-то степени, как отель, просто пришли люди, живут и уходят. То есть, никаких... Так вот, в церкви здоровая атмосфера, это когда мы, не то, что мы влазим в чужие проблемы, или в трудности, мы вот ковыряемся, такие дотошные, но в церкви, это когда Писание говорит, носите бремена друг друга. Это когда мы можем иметь вот эту открытость, мы можем помолиться друг за друга. Никто здесь не играет в игру, что он свяче другого. Все мы понимаем, что мы грешные, и что мы имеем святость Иисуса Христа, которая преображает нас, но мы носим бремена друг другу. Вот как часто бывает, вот видишь, люди женаты, бум, и развелись. Говоришь, ну как это, ну вот они же жили вместе, как вот развод так произошел, как это произошло? Ничего было не слышно, ничего не было. Так вот в этом и проблема бывает, что в семье проблемы, в семье переживания, расколы становятся все больше и больше, все сшито и крыто, никто не может помолиться, никто не может поддержать, и потом все доходит до такого состояния, что все разваливается. Очень важно иметь вот эту открытость и поддержку от братьев и сестер. Это пятая яма. И последняя яма, о которой я хочу сегодня поговорить, это яма неполного посвящения Господу. Писание говорит в притче 3 глава 6 стих во всех путях твоих, познавай его, и он направит стези твои. Я, если не ошибаюсь, один из американских пастырей очень хорошо сказал, он сказал, если ты хочешь увидеть христианскую жизнь человека, возьми его кошелек и посмотри, на что он тратит деньги. То есть, можно красиво все говорить, рассказывать, но кошелек тебе покажет истинную его жизнь. Что для него важно, для него не важно, что не важно, на что этот человек тратит время. Надо посмотреть просто на его, как мы говорим, monthly statement в кредитной карточке. И это все нам покажет. И очень часто вот люди опять играют в церковь. Они приходят, они сидели в церковь в воскресенье, но всю остальную неделю они живут для себя, не для Бога. Как они тратят свое время, как они тратят свои деньги, как они тратят свою энергию, таланты, способности. И вся жизнь идет вот так вот для себя. И очень часто в людей вот нету такого духовного прорыва в своей жизни, потому что у них есть аспекты в их жизни, где они не посвятили себя Господу. То есть, Господи, я буду в воскресенье в церкви, но все остальное я хочу сам контролировать. Господи, спасибо за деньги, но я даже хочу, я все хочу контролировать, как эти деньги мне приходят, даже десятину. Я хочу иметь полный контроль. Господи, спасибо за время, я буду в церковь приходить, с 40 часов в неделю я приду, не 40, а даже больше, я приду на 2 часа посижу в церкви, а все остальные для меня. И вот эта жизнь такая вот двойная, она тоже влияет на духовно, на человека. И сегодня, почему я говорю об этом? Я хочу призвать нас, чтобы мы, может есть другие ямы, которые я не сказал или не упомянул, но я хочу сегодня призвать, чтобы мы приходили к Богу и просили, чтобы Бог помог нас вытащить с этих вот ям, чтобы мы посвятили свою жизнь Христу полностью. В нашем братстве был такой человек, знаменитый Фетлер, у него всегда он писал, Уильям Фетлер, он всегда писал, подписывал, когда Библию, что он писал 100% Христу, 100% Христу. То есть, Бог хочет 100%, не 90%, не 50%. Почему? Это нормально. Ну, допустим, если мы, человек, молодой человек хочет выйти, или девушка хочет выйти замуж, она скажет своему будущему мужу, я могу тебе только отдать 90%, а 10% я хочу делать то, что тебе не надо знать. Чтобы были здоровые отношения, надо должно быть полное посвящение, full transparency, как мы говорим по-английски, открытость перед другим. И сегодня Бог хочет, чтобы мы были transparent, то есть, открытость имели перед Ним, и чтобы мы посвящали все святки нашей жизни. Пусть Господь поможет нам это сделать, но самое главное, что бы ни происходило в нашей жизни, у нас есть надежда, у нас есть Иисус Христос, который прощает и очищает. Рави Закарайс рассказывал историю, что он встретился с одним атеистом, и этот атеист сказал ему, тебе хорошо, у тебя есть тот, кто тебя прощает, а у меня нету никого. То есть, у нас есть верующих людей, Христос, который может простить и очистить нас, который дает нам силы для жизни, для служения. И это прекрасно. Когда нету Бога в душе, ты весь, ты один. Но когда у тебя есть Бог, ты с Богом можешь пройти любые моменты своей жизни, даже вот такие трудные, как мы слышали о братьях, через скорбь, через страдания, потому что Бог прощает и очищает. Аминь. Аминь. Помолимся. Аминь. Аминь.